Так, запись пошла. Сегодня 29 мая, наш завершающий майский, точнее весенний вебинар. Вот сейчас мы встречаемся уже два раза в месяц. Раньше встречались каждую неделю, сейчас встречаемся два раза в месяц. Вот, ну и в общем-то подводим итоги новостей по новостям за прошедшие две недели. Вот, ну и рассмотрим такую немаловажную сферу, немножко бухгалтерскую, немножко цифры. Вот, но тем не менее это аудит. Вот та самая новость, которая была у нас три недели назад. Вот, мы тогда радовались за первую прибыль. Вот, но сегодня рассмотрим, посмотрим, откуда она там вообще взялась. Вот, ну и давайте тогда начнем потихоньку. Зовут меня Алексей Наумович. С 2004 года я инженер-программист. С 2014 года я партнер по продвижению U-технологий. Технологий U их много. Вот, ну давайте сегодня рассмотрим одну из них. Это технология в сфере транспорта. Вот, ну и как обычно, мы уже многие этот слайд видели, пробки на дорогах, аварии. Вот, в общем-то в 21 веке уже очень-очень много проблем с этим назрело. Ну, в общем-то, картинки довольно говорящие. Вот, поэтому тут много, в принципе, нет смысла останавливаться. Ну, естественно, помимо дорогах есть еще пробки и в коммерческой, в логистике, то есть контейнерной перевозке. Вот, ну, в общем-то, грузы из того же Китая едут целыми месяцами. То есть товар нашли за минуту, оплатили за минуту, вот, ну и потом 2-3 недели ждем, пока все это, логистика у нас отработает. Вот, и наш товар доставят к нам либо в почтовый ящик, вот, либо на почту, вот, ну, либо в руки кто-то принесет какой-то курьер. Вот, поэтому тоже такое слабое звено, которое необходимо, конечно, улучшать, надо этим работать. Следующая проблема в транспорте – это естественная среда. Да, то есть дороги лежат у нас на земле, в общем-то, подвергаются всем тем атмосферным осадкам, явлениям, которые, ну, в общем-то, где-то снег, где-то песок, где-то паводки. В общем-то, все это мешает передвижению, где-то это вообще разрушает дороги, где-то приходится чистить. Ну, в общем-то, это тоже такая проблема, которая довольно наболевшая. Естественно, выхлопы, вот, выхлопы в атмосферу. Зимой в городе дышать уже довольно сложно, вот, где-то в китайских провинциях без маски вообще выйти невозможно. Вот, ну, в общем-то, тоже это такая проблема довольно назревшая. Ну, и помимо эксплуатационных проблем, есть также проблемы в строительстве. Вот, ну, и чтобы построить, казалось бы, обычно асфальтную дорогу, это надо целый комплекс мероприятий. Вот, вырубка лесов, съем плодородной почвы, создание специальной подушки. В общем-то, сотни машин, тысячи машин со щебнем, с песком, там, все это с асфальтом, вот, все это укладывается, все это долго и очень дорого. В горах это надо сверлить, бурить, в общем-то, тоже это очень дорогое мероприятие. Чтобы преодолеть реки, это тяжелые вот такие вот мосты, которые весят тысячи тонн, вот, ну, естественно, все это уже, да, очень неэффективно, медленно, вот, и нуждается, конечно же, в обновлении. Вот, ну, и иногда приводят в пример, допустим, ну, некоторые вопросы закрывают, такие как канатные дороги, вот, фуникулеры, вот, ну, тоже у них срок, вообще сфера применения у них довольно ограниченная, то есть, расстояние, на которое они перемещаются, тоже ограниченное, плюс необходимо постоянно их менять компоненты, то есть, ну, в общем-то, тоже такое, как временное решение, наверное, да, но, в принципе, уже есть более современное решение, вот, мы сегодня о нем поговорим. Это идеальное транспортное решение, струнные транспортные системы Skyway, либо U-Sky, как сейчас после ребрендов, где они называются. В общем-то, уже готовое решение на базе струнных рельсов, снаружи рельс выглядит, как обычный прямоугольный классический рельс, но внутри у него есть особенность, вот, это как раз-таки преднапряженные струны, струны, вот, которые, в общем-то, и делают возможным вот такие вот длинные пролеты, там, от 50 метров, там, до километра, вот, и все это позволяет преодолевать огромное препятствие, проходить над поселениями, над реками, над оврагами, в общем-то, и здесь едет не вся трасса перемещается, как в канатных дорогах, а едет конкретно электромобиль, вот, по такой легкой ажурной трассе. Ну, в общем-то, все это обеспечивает очень большую эффективность. Ну, и, естественно, сам принцип надземного перемещения, он имеет ряд преимуществ, то есть, нет необходимости менять ландшафт, там, зарывать озера, там, или какие-то делать переправы, то есть, все это, грубо говоря, две опоры, все это натягивается, конструкция над землей, идеально ровно, идеально быстро, идеально легко, в общем-то, ну, и вот, есть несколько видов таких конструкций, жесткая мы видим посерединке, где можно ехать и сверху, и снизу фирменная структура, полужесткая, где это верхний рисуночек, видим, ровная поверхность, и с провисами, то есть, для преодоления больших дистанций каких-то, вот, с провисами, тоже такая конструкция, гибкая конструкция может применяться. Ну, и вот картинка из экотехнопарка в Марьиной горке, Беларусь, где мы видим как раз-таки эту жесткую структуру, где передвигается транспортное средство и снизу, и сверху, снизу это городской вид транспорта, сверху это высокоскоростной вид транспорта, вот, со скоростями до 500 км в час. Вот, ну, а дальше мы видим, это опора, в общем-то, в которой происходит посадка, пересадка пассажиров. Вот, ну, и тоже вот пару картинок из экотехнопарка, это было прошлым летом, вот, наверное, этим летом мы, возможно, обновим наши фотографии, может быть, где-то еще что-то сфотографируем, ну, в общем-то, вот такие вот памятные, босиком по траве, вот, можно потрогать руками, прокатиться, все это можно вживую посмотреть. И автором этого чуда является Анатолий Эдуардович Юницкий, который всю жизнь посвятил изучению транспорта, он доктор философии транспорта, вот, были огромное количество экспериментов, моделей, расчетов, выставок, конкурсов, то есть, ну, в общем-то, вся жизнь посвящена тематике дорог, в общем-то, выпущено огромное количество тоже монографий, вот, одна из его монографий, это струнные транспортные системы на Земле и в космосе, вот, космос это отдельная такая стезя, сейчас ее затрагивать не будем, но это тоже большой пласт, вот, его деятельности, вот, на котором, в том числе, он сейчас тоже сосредоточен, вот, ну, и тоже книга «Инженер», кому интересно, можно посмотреть, почитать с иллюстрациями, с вся историей развития струнного транспорта, со всеми ответами на вопросы, вот, ну, и так далее, вот, ну, и говоря несколько слов про характеристики, такие, как коэффициенты аэродинамического сопротивления, то мы можем посмотреть, что в струнном транспорте он почти в 10 раз лучше, вот, чем у обычного автомобиля, вот, ну, это и за счет обтекаемой формы, и за счет того, что находится над землей, вот, вот, вот этот CX, он, ну, в разы получается меньше, что, в общем-то, очень влияет на эффективность на больших скоростях, вот, ну, и двигаясь дальше, раньше спрашивали, упадет, не упадет, ну, есть противосходная система, которая крепко держит транспортное средство на трассе, то есть никуда не падает, не денется, то есть можно и большие углы подъема, то есть все это прекрасно работает, уже неоднократно было протестировано. Вот, ну, и по количеству разной конфигурации, есть там и 6-местные, есть и 14-местные, ну, мы видим, допустим, с левой стороны 14-местный Unimobile, он же Electromobile, он же Unibus, то есть, ну, разные названия, то есть, какое приживется, покажет время, ну, и сейчас U-Bus, вот, ну, в общем-то, все это электромобили на стальных колетах, вот, и в данном случае электромобиль может вместить 14 человек, вот, и при перевозке вот этих 14 людей, в общем-то, как, по сути, делает размер маршрутного такси, расход топлива у него получается где-то 120 грамм на пассажира, то есть, в общем-то, на всех 14 человек это где-то полтора литра топлива на 100 километров, ну, в общем-то, это в несколько раз эффективнее, чем тоже маршрутное дизельное такси, то есть, это намного-намного эффективнее, и причем скорости совершенно другие, и комфорт другой, в общем-то, поэтому тоже в этом плане здесь эффективность намного выше, вот, ну, и если сравнить вот это все вышеперечисленное, то есть, по капитальным затратам мы видим зелененьким грудный транспорт, он самый эффективный, то есть, меньше всего затрат на его строительство. По эксплуатационным расходам тоже самый эффективный, то есть, нет необходимости там латать дыры, как в асфальте, там, красить или как-то обслуживать, то есть, трассы находятся где-то сверху, ну, в общем-то, как столбы с электричеством, то есть, нет особой необходимости там каким-то образом его чинить. Вот дальше, расход энергии самый минимальный, так как это электромобиль на стальных колесах, причем маленькие подвижные составы, то есть, это не огромный поезд 50, там, где каждый вагон весит только там 30 тонн, вот, это маленькие мобили, которые перевозят небольшое количество людей, то есть, расход энергии тоже здесь минимальный. Вот при этом пропускная способность может быть максимальной, вот, за счет того, что и разное количество пассажиров он может уместить. В общем-то, можно делать это и связки из нескольких подвижных составов, то есть, ну, и интервал, может быть, можно варьировать там. То есть, в общем-то, пропускная способность может быть больше, чем в московском либо минском метро. Вот, ну, и загрязнение окружающей среды тоже здесь минимальное за счет того, что, Это электромобиль на стальных колесах, то есть выхлопов нет, резина не трется, не сгорает, не попадает в почву, в общем-то, то есть грязни окружающие среды минимальны. Транспортная аварийность при этом тоже минимальная, только как минимум за счет того, что поднята над поверхностью резины, то есть нет пересечения ни с животными, ни с людьми, ни с другими транспортными средствами, то есть транспортная аварийность на минимуме. Ну, в общем-то, все это может говорить о том, что струнный транспорт это самое идеальное на сегодняшний день решение для, в принципе, для перевозки пассажиров и грузов, вот, и как минимум оно останется таким на ближайшее десятилетие, так точно, вот, наверное, до тех пор, пока они изобретут каких-нибудь летающих тарелок, и то, как бы, в плане безопасности здесь будет большой вопрос. Вот, ну и дальше мы видим подвижной ряд, то есть это и двухместные решения, Univind, Unibike, и шестиместные, типа Unicar для городских условий, вот, и Unicar, как бы, сложенный в такую вот многосоставную систему Unicar U4, вот, ну, вообще-то, и высокоскоростные решения на базе, вот, и High Speed Unibus, видим справа снизу. Вот, ну, в общем-то, для любого местности, для любого, там, города, населенного пункта, для решения любых задач есть решение, решение, вот, также есть и транспорт, грузовые решения для перевозки контейнеров, сыпучих грузов, вот, ну, и так далее. Вот, ну, и вот хорошая картинка из Беларуси, из Майкотехнопарка, где мы видим сразу несколько видов Unimobil, вот, которые в действии прямо на путевой структуре, ну, а снизу бегают дети, возможные, да, ну, по крайней мере, могут бегать, играть, вот, и без боязни за свою жизнь, то есть можно здесь спокойно чем-то заниматься. Вот, ну, и вот мы видим здесь сертификаты, в том числе T-TUV сертификат, который мы в последнее время довольно часто слышали на наших презентациях. В общем-то, огромное количество и патентов, и дипломов, и, ну, в общем-то, наград, и, в общем-то, за всю историю было очень много этих материалов уже накоплено. Вот, они находятся все в офисе, в головном здании, вот, ну, и в том числе, естественно, так как это инновационный транспорт, то и происходит взаимодействие со студентами, причем разных вузов, и технических вузов, и юридических вузов. Вот, пишутся дипломы, заключаются договора с, вот, допустим, мы здесь видим институт управления предпринимательства, вот, где который готовит кадры специально, то есть это целая-целая индустрия, вот, в общем-то, которая требует подготовки кадров. Вот, вот, один из студентов, в том числе и я был в 2018 году, защищал диплом, защищал бизнес-план по строительству грузопассажирской трассы из Минска в аэропорт, считал эффективность данной дороги. Ну, в общем-то, деятельность такая ведется, она со студентами, причем из Академии наук, и вот мы видим в прошлом году, помним, что ЗАО «Странтехнология» получил статус научной организации, вот, таких компаний, по-моему, десяток, наверное, компаний всего лишь, коммерческих именно, то есть есть государственных, да, как бы хватает научных организаций, но частных компаний, ну, это, наверное, по-моему, насколько я помню, было девятое. Наша частная компания, которая получила статус научной, вот, ну, и здесь мы видим, что на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны, было, за 5 лет было опубликовано более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий, получены 95 охранных документов, вот, ну, в общем-то, огромная-огромная научная, не только производственная, но еще и научная работа идет следом за производственной, вот, или наоборот, вот, впереди, вот. Вот, ну, и вот также недавно была новость, что из заводственной технологии получили новый аттестат на право выполнения функций генерального проектировщика, то есть, в общем-то, выданное Министерством архитектуры и строительства Беларуси, вот, ну, и, в общем-то, из заводственной технологии имеет право на разработку проектной документации для объектов строительства 1-4 классов сложности, а это такие объекты даже такие, как атомные электростанции, то есть, объекты очень-очень серьезного уровня, в общем-то, на это есть уже специальная аттестация, вот. Ну, и вся деятельность ведется довольно прозрачно, то есть, выходят аудиты, и вот это у нас аудиты, здесь картиночки за 21-й год, а мы еще к конце посмотрим аудит за 22-й год, вот, и посмотрим, каких результатов были там у нас достигнуты. Вот это здание, значит, Батарева находится в собственности в настоящий момент, это здание на железнодорожной 33, где сейчас все находятся, весь инженерный состав, то есть, ну, в общем-то, это мозги компании, вот, 10-этажное здание, более 10 тысяч квадратов иных метров площади, в Шабанах находится производственный цех, вот, вообще-то, где находятся руки, в общем-то, компании, которые собирают то, что на железнодорожной 33 запроектировали, здесь это все собирают в железе, в металле, в стекле, вот, и потом тестируют, вот, это, кстати, группа была из Вьетнама, которая посещала недавно производство, вот, ну, и потом все это тестируется на площадке в Марьиной Горке, вот, это площадка размером 36 гектаров, вот, в общем-то, здесь все это тестируется, показывается, экспериментируется, вот, ну, и так далее, и так далее. Вот, ну, да, и вот тоже наша группа этой зимой ездила туда тоже все смотреть, вот парочку, да, тоже фотографий. Вот, ну, и, в общем-то, когда в 2019 году была продемонстрирована данная система в Беларуси, ей заинтересовались арабы, вот, и спросили, ну, да, у вас тут мягкий европейский клиент, а можете ли вы сделать такую же, но только для наших, для наших суровых, жарких таких вот условий, вот, ну, естественно, Анатолий Эдуардович сказал, что да, конечно, наша технология, она универсальная, вот, она используется как в мягком климате, так и в жестком жарком климате, так и в условиях арктического холода, вот, ну, и, в общем-то, кто помнит, была арктическая конференция в прошлом году, там, кстати говоря, это буквально недавно было в Питере, тоже можно посмотреть материалы по поводу Арктики, вот, ну, а сейчас мы поговорим по поводу жаркой страны, вот, Эмираты, где, в общем-то, было сначала спроектировано все, ну, и потом в течение вот последних четырех лет происходит строительство, и, в общем-то, в двадцать первом году было первое испытание, были первые, приезжали прессы, приезжали с разных концов мира, потом все это перетекло в выставку в Экспо 2020, которая проходила в двадцать первом году, вот, но из-за ковида название осталось прежним, вот, ну, здесь приезжали делегации, вот, и африканские делегации Гана, приезжали европейские делегации, приезжали австралийские, в Великой Британии, оставляли там всевозможные отзывы, ну, в общем-то, так как весь мир съезжался на Экспо 2020 Дубае, то есть это со всех стран, там были представительства, целый огромный, есть выставочный, там, комплекс, каждая страна представляла себя, ну, и, в общем-то, было много делегаций, и, в общем-то, те, кто заинтересовывался транспортом, струнным транспортом, их приглашали сюда, его демонстрировали, ну, здесь мы видим, в частности, вот, и еще делегацию из Индии, делегацию из Индии тоже приезжали, то есть, так как все-таки новая индустрия приходится, да, и кадры в том числе обучать, вот, ну, и также, это и выставки в Берлине, все мы выставки знаем, то есть уже где не сам, не ЗАО струнной технологии представляло свою модель, а уже Министерство транспорта Дубая, вот, лично они своим составом представляли технологию в Берлине в 22-м году, вот, ну, огромное количество тоже было репортажей, и радиобесед, вот, и записи, вот, Олег Зарецкий в том числе и сейчас по всему миру ездит с презентациями на разных конференциях, вот, в частности, вот здесь мы видим Индонезия, вот, потом у него там были поездки и в Испанию недавно, вот, это и инвестиционные форумы в Шардже на самом высоком уровне, то есть идет такое продвижение, активное продвижение, ну, естественно, наши активные партнеры тоже посещают, вот, делают тоже и записи, и потом делятся, вот, у нас Олег, в частности, делился, как он побывал, причем уже дважды покатался, вот, так что деятельность ведется активно, вот, ну, и кто хочет посмотреть, допустим, какой-то небольшой такой, как это называется, итоговое какое-то выступление, вот, есть еще запись с Анатолием Дарьевичем Юницким, он каждый год делает вот такие подводящие итоги записи, вот, можно посмотреть, в общем-то, в чем, с чего было достигнуто в двадцатом году, вот, ну, и какие, в общем-то, планы на дальнейшее, то есть тоже есть эти видео в доступе, вот, ну, и переходя дальше к адресным проектам, вот, начались уже даже, в общем-то, так как технологию уже можно посмотреть, уже можно пощупать, вот, в том числе в Эмиратах, то начали делаться вот такие вот варианты применения в, на местности уже, то есть конкретные маршруты, вот, конкретные уже дизайн-проекты, вот, все это предлагается для администрации, вот, в том числе и Шарджи, и Дубая, вот, ну, и сейчас, в общем-то, в проработке несколько проектов, вот, ну, и вот тоже, допустим, макет того, как это может выглядеть в городе, вот, вот здесь вот визуализация того, как это может быть за городом, то есть даже в том числе такие вот башни высокие, вот, кстати, в своем интервью Анатолий Дарьевич, он обмолвился, что один из проектов, ну, заинтересованных, это вот в том числе такие башни, то есть где станция находится не на земле, а где-то там высоко на 25 этаже, вот, и вот такая вот концепция тоже сейчас прорабатывается, вот, но в дальнейшем вот эти башни могут быть объединены вот такой сеткой дорог, в общем-то, ну, и это уже такой некий шахматный город, либо линейный город, вот, это совершенно новая концепция организации жилья, вот, ну, и над этим вообще трудится целый отдел, архитекторов, вот, которые, в принципе, разрабатывают вот такой форматы кластерных поселений, вот, в которых применяется именно струнный транспорт, где, в принципе, автомобиль как таковой и не нужен, потому как здесь все находится в пешей доступности, вот, а если необходимо куда-то поехать, то поднимаешься в такой башни кластер, вот, садишься в транспортное средство и перемещаешься туда, куда тебе надо, то есть без всяких автомобилей, вот, ну, такой немножко взгляд в будущее, вот, ну, и планы по внедрению огромные, то есть потенциал строительства дорог, он по всему миру, то есть это до 50 миллионов километров дорог, вот, поэтому тут потенциал очень-очень большой, вот, ну, и переходя к текущему этапу, вот, мы сейчас находимся уже на 15-м, то есть долгое время приходилось говорить, что мы находимся в преддверии 15-го, сейчас мы уже на 15-м этапе, что не может не радовать, вот, ну, и, в общем-то, на 15-й этап у нас задача, то есть уже трасса для контейнерных перевозок, она уже построена, сейчас ее сертифицируют, вот, ну, и, соответственно, надо будет достроить 20 километров высоко скоростной трассы, вот, объем инвестиций 100-150 миллионов долларов, вот, это уже суммы уже не кажутся такими большими, как, какими были, там, изначально суммы, то есть это уже вполне себе такие осязаемые, вот, и так как проект уже находится на, не на первом этапе, на 15-м, то, в принципе, это могут быть отдельные какие-то фонды, которые могут просто, ну, одним платежом выкупить, то есть и обеспечить финансирование всего 15-го этапа. Вот, ну, для частых лиц, вот, есть возможность по-прежнему поучаствовать в проекте, вот, это пакеты в личном кабинете, то есть на любой, на любой, под любые финансы, то есть это есть инженеры, которые строят, это есть люди, которые поддерживают, и, в общем-то, за счет их поддержки и происходит строительство, вообще развитие технологии. Вот, поэтому, кому интересно, вот, в личных кабинетах можно посмотреть, зарегистрироваться, выбрать себе подходящий пакет и поддержать технологию, вот, при этом получив долю компании, вот, запись в реестре, вот, эта доля может передаваться по наследству, может приносить дивиденды, может вырасти в цене, то есть, в общем-то, все, что, как, как в любой, как в любая доля в компании, которая развивается, вот, ну, естественно, при вешенном внедрении данной технологии на рынок. Вот, поэтому, кому нравится, тот изучает в кабинете, поддерживает, в общем-то, радуется за, как и все мы, за, видя, как все, как все развивается и внедряется в уже вот наш мир, физический мир. Вот, ну, и приходя дальше к новостям, за последние две недели подборка такая небольшая у нас получилась, вот, но в целом, вот, мы видим, что транспорт UST стал частью экспозиции, собравшей гостей в национальном выставочном центре Абудаби в рамках выставки Mobility Leaf. Вот, посетители и участники мероприятия познакомились с технологией UST и ее реализацией, Unicar, разработанным для пассажирских перевозок. Пассажирский Unicar был представлен на выставке в качестве решения, которое может быть реализовано на ближнем воскле. Гости стенда открыли для себя возможности транспортно-инфраструктурных комплексов UST и оценили потенциал внедрения экологичного и безопасного эстакадного транспорта. Mobility Leaf – это диалоговая площадка для обсуждения вариантов сотрудничества и развития «Идеи. Мероприятие для разработчиков инновационной технологии является важным событием в жизни региона». Организаторами выставки ВВА выступили Министерство энергетики и инфраструктуры, Департамент культуры, туризма, Институт технологических инноваций. В общем-то, таких выставок было много. Довольно-таки это одна из. Но не было довольно долго новостей из нашей Мариной Горки. Ну и вот, наконец-то, тоже появилась статья, что UST продолжает работу над новыми трассами. Всего 5 трасс. И сейчас происходит работа, или возобновляется работа на раскорезке, лучше так сказать, над жесткой, большегрузной или со струнной эстакадой, которая выдерживает больше 50 тонн. Это так называемая наша Санта-Барбара. На данный момент в Экатинопарке установлено 18 промежуточных опор. И длина линии составляет 912 метров. И полугибкая, большегрузная, в общем-то, та, которая реализована в Объединенных Арабских Эмиратах. Но здесь тоже была поставлена такая опора. Вот здесь полугибкая, большегрузная. Она у нее протяженность 720 метров. И пролеты более 280 метров. Но это очень большое. То есть, если в Санта-Барбаре там пролеты 50 метров, то здесь 280 метров. Но это почти в 5 раз длиннее. Ну и, к слову, в Экатинопарке представлены 5 путевых структур общей длиной 4 километра. И вот эти две, которые в процессе строительства. Так, ну и дальше еще была статья про Юнитранс. про перевозку грузовых, непрерывное грузовое транспортное решение конвейерного типа, которое позволяет ускорить доставку сыпучих грузов и сократить ее стоимость. Транспорт ЮСТ может быть использован при организации погрузочно-разгрузочных терминалов или внедрен в структуру морских портов. Юнитранс найдет применение в горно- и нефтедобывающей, угольной, метрологической промышленности и строительной отрасли. Особенности грузового ЮСТ решения может эксплуатироваться круглый год. Максимальная скорость перевозки 36 километров в час. Погрузка в бесконечный ленточный кузов производится с терминала. Разгрузка за счет наклона ленты в вертикальной плоскости. В общем-то, тоже красивая картинка. Вот очень наглядно все видно. Так что, тоже решение, одно из решений, которые уже реализованы, которые могут также внедряться. Вот так же прошла презентация у нас на этой неделе премиум-клуба. Вот кому интересно, тоже в личных кабинетах можно посмотреть, какой у вас статус, вот как долго еще, что надо сделать, вот чтобы попасть в этот премиум-клуб. Ну, в общем-то, в этом премиум-клубе тоже будут такие особые, особый как бы статус. Вот это и доступ к закрытой какой-то информации, вот, и доступ к первым лицам компании, вот, и, в общем-то, ну, ряд еще других бонусов, вот, в общем-то, которые можно нашим партнерам также получить, вот, в случае закрытия каких-то, выполнения каких-то условий. Ну, условия можно посмотреть в личном кабинете. Ну, и так же была у нас новость еще для партнеров, кто поддержал пакеты Uni74. Вот для них есть тоже интересное предложение в кабинете, то есть до 2-го числа, вот, кто закрывает эти пакеты досрочно, вот, будут еще дополнительные бонусы. Вот, поэтому посмотрите тоже, можно и этим воспользоваться, вот, и потом помочь, может быть, еще даже вашим друзьям. Вот. Так, ну, и переходя уже к третьей части нашей встречи, вот, как раз-таки аудит. Вот, вот, аудит, мы все читали эту новость, это, получается, новость у нас была за 11 мая, да, по итогам аудита за 22-й год UST вышла на самоокупаемость. Можете поставить, не знаю, плюсик, вот, или высотественные знаки, то есть мы долго к этому событию шли, вот, и, наконец-таки, да, финэкспертиза БелАудит, вот, зафиксировала, что действительно вышли на самоокупаемость, даже получили небольшую чистую прибыль. Вот, ну, и вот мы сейчас посмотрим, вот, как все это получилось. Вот, это сам документ, кто не видел, можем сейчас, вот, я по слайдам кое-что я поотмечал, то есть информации там, цифр много, вот, но самое такое, наверное, основное мы сейчас затронем. Ну, тоже вот смотрим, в принципе, на бухгалтерский баланс, видим, что 31 декабря 22-го года, то есть он делается именно на последний день уходящего года, видим, что это ЗАО струнной технологии, а не какой-то там рога и копыта. Вот смотрим вид экономической деятельности, это деятельность в области архитектуры, то есть это не в об транспорта, не в области еще чего-то, а вот основное деятельность в области архитектуры. Закрытое акционерное общество, общее собрание акционеров, единица измерения тысячи, тысячи рублей. То есть все цифры, это, в общем-то, если это 7, значит это 7 тысяч рублей. Если это, как мы видим, 54 тысячи 422, значит это 54 миллиона 422 тысячи. То есть все единицы измерения тысячи рублей. Адрес регистрации Марина Горка. Ну и можем начать с баланса. То есть в принципе это то, что есть на балансе у компании. То, что стоит каких-то денег. То есть это могут быть и станки, и какие-то здания, и компьютеры, стулья. То есть в общем-то все, что можно потрогать или нельзя потрогать. Это и запасы, это и деньги. И то есть суммарно на балансе предприятия на 31 декабря 2022 года находится 191 миллион рублей. 191 миллион рублей. Это вот баланс все активы предприятия на 31 декабря. Ну если сравнить с активами на прошлый год, за 21, то мы видим, что здесь произошло увеличение. Было 175, стало 191. То есть мы видим, что почти на 16 миллионов активы увеличились. Ну здесь вот эти цифры в принципе могут показать, в каком месте произошло увеличение. Ну и мы видим в частности здесь, что вот первая строчка, основные средства были 37, стали 54. То есть выросли основные средства. То есть возможно, что было где-то или купили какое-то оборудование, возможно, какие-то станки, возможно, где-то что-то построили, либо приобрели. То есть что-то крупное. То есть видим, что основные средства. Но я пока не говорю, что это. Но в дальнейшем мы поймем, что на самом деле здесь произошло. Ну и того, есть долгосрочные активы, есть краткосрочные активы. Ну и можно вот тоже подглянуть, что запасы сократились. Было 22 миллиона рублей запасов, стало 16. Ну как бы это, наверное, не столь интересно. А вот можно посмотреть, допустим, на краткосрочную дебиторскую задолженность. То есть это кому-то, наша ЗАО кому-то оказала услуги на 29 миллионов, а еще расчет не поступил, в общем-то. То есть ей должны денег. И причем это такая существенная сумма, которую она повисла в дебиторке, которую тоже нужно возвращать. Такой тоже интересный момент. Ну, в общем-то, здесь по баланс, по активам видим, что активы выросли. Выросли в основном за счет основных средств. И где конкретно, мы тоже чуть позже сейчас посмотрим. Дальше смотрим. Собственный капитал. Собственный капитал сверху строчка 177 миллионов рублей. Он остался неизменным. В общем-то, это поддержка от головной компании. То есть пока было финансирование извне, то есть вот эта цифра, она менялась. Здесь мы видим, что она уже в этом году не изменилась. То есть осталась на том же уровне. То есть уже это говорит о том, что внешних вливаний не было. Вот кроме, вот мы видим в строчке, в серединке, миллион 771. То есть видим, что был какой-то кредит взят. Вот на миллион рублей 700 тысяч был взят кредит долгосрочный. Под что он пока, я не знаю, но он есть. Вот, ну, в общем-то, здесь мы видим опять же. Так, ну, собственный капитал это свои деньги, а долгосрочный и краткосрочный это заемные деньги. Вот, если смотреть в общем по балансу, то есть 191 миллион всего у нас в активах. Из них 183 это собственные средства. То есть как бы это хорошее соотношение. То есть всего 191, из них 183 это собственные средства. То есть это, ну, прям такое здоровое соотношение. То есть заемных средств, ну, в принципе, немного. То есть этот миллион. Вот, ну, и здесь еще какие-то краткосрочные обязательства. Поэтому, в принципе, это хорошие такие показатели. Вот, дальше смотрим. Отчет о прибылях и убытках. Вот, ну, мы здесь видим, допустим, что за прошлый, за позапрошлый год это было 30 миллионов рублей. А в прошлом году это стало 40 миллионов рублей. Вот, и если помните, мы рассматривали за предыдущий год было увеличение, по-моему, с 6 миллионов до 30. То есть почти в 5 раз увеличилась выручка. То в прошлом году уже такого резкого увеличения не было. Вот, и было увеличение вот с 30 до 40. То есть, ну, это 33%. То есть оно увеличилось, выручка, но не на космические в 5 раз, как это было ранее, а уже просто на 33%. Как бы это, ну, реальная такая хорошая тоже прибавка. Вот, ну, и мы видим здесь как раз-таки есть прибыль от реализации продукции, товаров, услуг. Вот, 3 миллиона рублей. Вот, в прошлом году это был минус. Точнее, ну, будем говорить в прошлом, и этот. Был минус 571, а тут уже был плюс. Плюс 3 миллиона 400 тысяч рублей. Также прибыль от текущей деятельности. То есть раньше были убытки, сейчас тут уже видим прибыль. Вот, ну, и, в общем-то, вот она чистая прибыль. 3 миллиона 165 рублей. Вот та самая прибыль, которая, в общем-то, и нам позволяет. То есть 3 миллиона рублей, по сути дела, это, ну, миллион долларов, даже чуть больше миллиона долларов. В компании чистая прибыль. И, в общем-то, и, в принципе, этот миллион долларов уже можно было бы, наверное, делить среди инвесторов. Вот, ну, тут надо еще смотреть деятельность по дубайской компании, вот, по головной компании, вот, и так далее. Так, немножко связь тут. Как меня слышно, поставьте плюсики. Все, благодарю. Вот, ну, и видим, что чистая прибыль у нас 3 миллиона рублей. И видим, вот, 17 миллионов, откуда взялись. Вот, это как раз-таки результат переоценки долгосрочных активов. То есть активы, вот здесь вот этот прирост активов, который мы наблюдали там, он как раз-таки произошел за счет, в том числе, переоценки основных средств. Делось в связи с ростом курса доллара. Потому что доллар на тот момент был 4, сейчас он подрос до трешки. Ну, в общем-то, я думаю, что в связи с этим оно переоценилось. Вот, и выросли, у нас там выросла стоимость основных средств вот за счет переоценки. Так. Совокупная прибыль у нас состояла 2,20 миллионов. Вот, двигаешься. Движемся, дать 4. Вот, сейчас мы рассмотрим. Спасибо. Пропала. А, вернулся. Много цифр оказалось. Продолжение следует. 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 вот одно приятно что он уже в прибыль и как лёша правильно сказал что уже все весь этот головной офис инженеры руки да все уже могут работать потому что замечательное производство замечательные офиса замечательная команда которая действительно уже работает скажем так как как часы да и наша задача теперь вот действительно завершить 15 этап чтобы все что написано было в белой книге вот и весь у нас уже есть с вами грузовой транспорт есть у нас пассажирский транспорт много видов да и сейчас задача сделать и действительно юни flash скоростной транспорт 500 километров в час когда все недоброжелатели всегда когда говорят но где но где ваш транспорт на 500 километров в час но вот представляете когда это в общем то случится да то это будет действительно с нашей стороны большой праздниках с их стороны большое большое раздражение большая скажем так даже не знаю как это слово но не будем о плохом в общем они будут кусать локти что они не не поверили не вложили если нетерпеливы были скажем так изображались от диванных экспертов вот облетать и видите собака лает караван идет не зря дарыч на востоке вот все делать потому что там действительно люди очень скажем так грамотно подходит к жизни не торопится все делают с умом с чувством с толком с расстановкой но анатолий дар еще в этом плане повезло что арабы тоже не торопится вот а нам с вами мы делаем всем скажем так вовремя и надеюсь что алексей тоже вовремя появится под занавес своего вебинара до прошлый раз лёша хотел нам рассказать действительно у бы скажем так отчете до аудиторском отчете и в этот раз он тоже видите когда шел до конкретно до года цифр тоже ему и не пускают анализ его производить вот давайте посмотрим что там еще у лёши дальше о еще цифры да вот и наверное же и еще цифры а нет уже сценки for attention да ну в общем о что-то там все дергается дергается у лёши да но на все в цифрах алексей у нас конечно все в этом плане молодец все в цифрах как истинный программист все четко с расстановкой но не знаю хотя бы хоть голосом бы тоже не пускает остается у нас 10 минут с вами будем надеяться что алексей все-таки два слайда тех да крутит расскажет нам но мы все с вами так то что надо искали где мы найдем да совершенно верно все найдем все покажем продемонстрируем вот очень ждем конечно запуск трассы рыбака очень ждем гостей вот у меня тоже со структуры едут за границей посмотреть кто ни разу не был в мариной горке для них это будет очень интересно поэтому здесь много чтобы показать посмотреть какое лето замечательное да теплое конечно у нас будет в этом плане замечательный лёш может думал же ему хоть с телефона зайти что ли уже посоветовать чтобы хоть цифры свои едут по нажимаю уже лёша а может ты хоть с телефона зайдешь с компани получается но я говорю уже ну что алексей вы те чеботарева здание принадлежит нам уже не принадлежит вот такой комментарий если уж на чеботарева ну в общем давай так значит не пускай тебя да хорошо давай ну значит отказались и чеботарева если это правда значит и взяли на железнодорожный 33 ну что друзья наверное уже в июне алексей все таки вот эти вот два слайда нам до расскажет потому что его 10 не пускают не знаю там уже со всех своих скажем так гаджеты пытался зайти вот поэтому мы можем сказать так что сегодня завершаем вебинар с открытыми цифрами но они пола в позитиве до положительном балансе это все нас радует вот если скажем так добрый вечер задайте по взрослому вопрос нужен ли сейчас секунду дочитаю ну мы сейчас почитаем комментарии тогда да благодарим алексей да все хорошо много увидели многие посмотрели хорошо давайте тогда так раз алексей все таки не попадает у нас сейчас в эфир он действительно немножко буквально два слайда мы эти два слайда отложим и в следующий раз когда будет у нас в июне это ну через 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 получается через две недели когда мы с вами увидимся значит мы эти славида до ведет алексей расскажет и мы с вами тогда сегодня говорим до свидания друг другу спасибо за то что пришли вот и надеюсь что мы с вами скажем так уже дождемся когда поедет раз рыбака вот и кто-то из вас даже может быть выиграл вот в мариной горке значит попадет на экофест тоже здорово вот ну и конечно же очень здорово то что все это продолжает строится вот и скажем так в эмиратах тоже очень хорошие новости но я думаю что в июне будут еще новости другого региона вот обещать не могу как там все сложится вот она сегодня скажем так все знаю что по всему миру все движется все скажем так меняется в лучшую сторону да поэтому мы с вами тоже с нашим проектом изменим этот мир к лучшему спасибо на сегодня тогда все благодарю извините что так получилось но ничего два слайда мы оставляем на следующую презентацию все всего хорошего спасибо вам огромное и до новых встреч тогда пока пока до новых встреч